Здравствуйте! Сегодня очередной выпуск «Звездопада мнений». Сегодня с нами беседует Дмитрий Бигбаев из группы МИС. Здравствуйте, Дима! Здравствуйте! Готов с нами поговорить о моде? Ой, вы знаете, я, конечно, еще тот собеседник, особенно, что касается вопросов моды, но так уж случилось, с чего уж долго не помочь, не поддержать черную беседу. Отлично! А скажи, какое место мод занимает в твоей жизни? Бывает, конечно, что периодически различные модные дизайнеры приглашают для того, чтобы поучаствовать в показах. Бывает, что сам иногда в магазины хожу, что-то покупаю, иногда вдохновляюсь на тему фотосессий, какие-то журналы смотрю, но сказать, чтобы я был заядлым модником или человеком, который держит руку на пульсе моды, это, конечно, было бы неправильно, потому что я, к сожалению, и к счастью, не такой. А вот как ты себя чувствовал в роли модели, когда тебя приглашали на показ? Ну, я, как и любой артист, который прошел театральное образование, все равно какой-то, несмотря даже на то, что, в принципе, одна задача пройти показать одежду, он все равно преследовал какие-то свои артистические задачи. Я пытался сыграть историю о том, что парень идет на свидание к девушке, и вот как-то вот так вот. Ну и все это получилось, в принципе, это был показ достаточно знаменитый, это Антонина Шаповалова, у меня была такая лекция очень интересная. Мы с ней после этого сдружились, она нам шила костюмы для различных поступлений, вот, поэтому он только вот, как бы, знаете, даже вот здесь пытался найти какие-то актерские задачи, потому что сама по себе мода, она подразумевает, как мне, она же должна подразумевать, и должна за собой нести исключительно какую-то визуальную, визуализацию того или иного чего-то, а ей все-таки мне было важно что-то и внутри показать. Ну, конечно, выход на подиум, это работа и волнительная, нам-то парням легко, а девушку как поставили такие шпильки, там, какую-нибудь платформу, я иногда смотрю там популярные показы и понимаю, что несчастные эти модели, это шатеря непонятно как, непонятно чем обвязали, еще вот такие шпильки, и она идет у нее в глазах, совершенно точно отражается, лишь бы не упасть, лишь бы не упасть, а ты не упала, ху, хорошо. Дима, у нас оказывается очень сочувствующий в судьбе моделей. Хорошо, а вот насколько ты знаком с российской модой, помимо Антонина Шупалакова? Ну, если говорить о личностных каких-то знакомствах, то, конечно, судьба позакидывала на разные уже площадки, и была возможность общаться и с Вячеславом Зайцевым, если вы говорите, российская модель, да, такие совершенно яркие имена. Ну, молодых, там, да, конечно, тоже бывает, захожу в магазины посмотреть, что-то интересненького новенького. Вообще, у каждого же выбирает надежда, исходя из того, шип у него эти дизайнеры или нет. На самом деле, российские дизайнеры, они очень выборочно подходят к изготовлению тех или иных моделей, и, к сожалению, для меня, по большей части, размеров нет, потому что достаточно, как бы, самый первый мужской размер, так вот я в него вписываюсь. Поэтому мне приходится обращаться здесь, скажем, не к русским дизайнерам, а к азиатским. Потому что, ну, даже в Америке, в Европе тяжело найти размерную одежду моего размера, чтобы это еще и было как-то по фигуре и достаточно современно. Зато азиатский рынок, азиатские дизайнеры регулярно поставляют, что-то очень экстравогазбное и, самое главное, небольшое. Ну, вот ты сейчас говорила об азиатском рынке, но в России такая страна, где наблюдается приверженность к зарубежным рынкам, согласись. И все-таки, как ты считаешь, целесообразно вообще проводить политику продвижение российских марок в нашей стране? Ну, смотря, кто эту политику будет проводить, знаете. Государство в любом случае, если мы говорим сейчас о государстве, о господдержке, то, конечно, оно в любом случае хорошо, плохо должно поддерживать рост внутреннего рынка и внутреннюю экономику, развитие этой экономики. Поэтому здесь все понятно, и в любом случае эта поддержка будет оказываться. Но я уже говорил, что у меня чисто такой вот свой интерес. Дело в том, что крайне тяжело найти в русских дизайнеров размера, мой размер. Шить на заказ, ну, вы знаете, зачем шить, если можно пойти и купить, конечно. Какие-то костюмы, которые сценические, условно, их шимуют. Их придумывают дизайнеры. Это такая марка одежды. На Украине есть дизайнер Ольга Навродская, есть марка одежды Навро. Вот она обшивает рыс полностью, что касается сценических костюмов. А что касается одежды, то здесь хозяин бален. Если нет на меня русских дизайнеров одежды, то и не надо, собственно. Всегда найдено. Ну, а ты бы сам это делал? Может, за стиль какого-то дизайнера тебе бы вообще не делал? Нет, ну, я смотрел то, что делать Чернецов, например. Мне очень понравилось. Новую волну, например, детскую, когда мы были с Владом Ведущими, с удовольствием отвели в их костюмах, в его костюме, который мы доставили. Та же Антонина Шиповалова, в принципе, какие-то вещи у меня есть. И летняя коллекция была замечательная, с удовольствием буду носить всегда. Ну, а вот так, чтобы вот широким спросом. Почему нет? Знаете, на самом деле, в Америке марочные вещи, в Америке, в Европе марочные вещи, к ним относятся очень так спокойно. В основном там огромные, скажем, сетевые магазины, в которые ты заходишь, и там есть одежда, представленная совершенно разными дизайнерами, добавленные все кучи там. Осталось только выбрать, что тебе нравится. Собственно, я думаю, что почему нет? Не обязательно, чтобы там дизайнер шил одежду в бренд-квартель. Все-таки он может, да, когда заключить контракт с каким-то современным брендом, и там уже шить ему какие-то новые силуэты придумать. Ну, как мы заметили, Дима у нас достаточно образованный в плане. моды, и у меня такой вопрос. Обычно мужчина старается создать такой друтальный образ. Якобы он не следит за модой, и он, в принципе, достаточно буквы футбола, буквы рубашек, пары носков и джинсы. Все. Но, на мой взгляд, наблюдается совсем другая тенденция. Сейчас мужчины стараются приодеться и действительно быть в курсе модных тенденций. Какое-то очень зрение ты, друзья? Что ты делаешь, думаете, одеться, не одеться? Каждый человек живет исходя из той надобности, которая у него присутствует. Если говорить об артистах, понятно, что у них огромная надобность присутствует, чтобы у них было много одежды, одежда совершенно разная, одежда на разные случаи, потому что завтра он идет на какую-то премию, ему обязательно нужен смокинг. Если он идет на какое-то вручение молодежной премии, его пригласили, понятно, как уже джинсы, что-то интересное, чтобы привлечь внимание. То же самое и у других людей. Если человеку по его надобности достаточно небольшого гардероба, конечно, ради бога, никто не должен навязывать здесь, ты должен уметь огромный гардероб. Если ему не надо, то и пусть не будет. Например, я знаю, что огромное количество мужчин деляет внимание именно своего костюма, потому что они, например, общаются с людьми, они там консультируют кого-то в банке и в компаниях различных. У них постоянный поток людей. И, конечно, им хорошо, они как лицо компании должны выглядеть прекрасно, одеты с иголочки и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, такие профессии много. Другой вопрос, что мы же, когда заходим, например, в какую-то там вечеринку, прежде всего мы обращаем внимание на медийных людей, во что там они одеты, как поэтому где-то акцентировка на это. На самом деле, все, на самом деле, у нас не самая такая, знаете, не чисто плотная страна, чтобы говорить о том, что, знаете, у меня две майки, я не обхожусь. На самом деле, у каждого уважающего себя мужчины есть уважающая его жена, которая и оденет, и откладит, и обует, и отправит, как с иголочки. И потому что в нее это тоже очень важно. Вот. Ну, если говорить с точки зрения Москвы, то, конечно, все очень круто. Ну, какие-то там большие города, я часто путешествую. Если говорить, конечно, о маленьких городах, там, конечно, сложнее, там тяжело что-то придумать, но там по-прежнему жуют с удовольствием. Я вот знаю, что на заказ исполняют какие-то себе гардеробы, если чего-то хочется особенного. А если мне особо-то и хочется, у меня всегда были, у меня глазами, например, там, вкус вообще узких людей зарождается с детства. Всегда были замечательные учителя, которые приходили, и честь им и хвала, половину из них я с удовольствием вспоминаю, как чудесный визуальный образ людей, у которых было что-то в курсе, стиле и так далее, и подобное. А вот ты заговорил о медийных людях. Как ты считаешь, они всегда должны быть вот прям на пике тенденции, либо же они могут иногда себе позволить быть, в первую очередь, обычными? Прежде всего, нельзя всех гребсти в одну путь. Очень понятно, что есть, всегда нужно уходить в какую-то конкретику. Если есть у нас такой персонаж, как Рената Литвиновой, да, то мы понимаем, что мы от нее уже чего-то ждем, какого-то экстравагантного, и, конечно, она это регулярно почву для обсуждения предоставляет. Если, например, говорим о рок-музыкантах, то понятно, что там достаточно все выдержано, спокойно, и ни о каком экстравагантном решении трудно, как бы, невозможно говорить даже. Если мы говорим о Леди Гаге, да, которая эпатирует своим появлением, своим внешним видом, которая в жизни избирает, кстати, крайне простые наряды, но если мы говорим о сценическом образе, то да. Тут, собственно, кто чем берет. Кто-то берет образом, кто-то внутренним содержанием. У каждого своя стилистика. Здесь как-то объединять, но это, скорее всего, зависит от того, что ты куда-то приходишь, кто в этом был, кто в этом, кто в этом. А этого я не знаю, поэтому все равно, в чем он был. А вот этого знаю. Собственно, такая история. Ну и последний вопрос на твоем углу. Это сообразительность и фантазия, возможно. Представь такую ситуацию, что тебя назначили главным креативным дизайнером и знаменитого модного дома. Что бы ты сделал в первую очередь, когда приступил бы к работе? Ну, если я понимаю, что я нифига не умею шить и вообще никогда... Ты умеешь, ты профессионал. Черт его знает. Прежде всего, если я понимаю, что это дизайнерский дом, то у них есть свои традиции, у них есть свой потребитель. И мне, конечно, нужно, несмотря на мои креативные решения, поддерживать стиль этого дизайнерского дома, его имя и двигаться, искать. И искать вдохновение, прежде всего, в том, кто уже пользуется услугой дизайнерского дома. Если это женщины, мне нужно понять, что они хотят носить. Если мужчины, я должен понять, о чем они как бы, да, что бы их устраивало, что их интересует, исходя из их мироощущения, мировоззрения и представления о том, какую бы они хотели носить одежду, я уже буду изготавливать для них одежду. Здесь все-таки важен сам потребитель. Потому что мы выбираем, скажем, одну марку по причине того, что она удобная, а другую марку по причине того, что она вкусненькая, да? Я понимаю, какая у меня марка и что от меня ждет, прежде всего. Ну, конечно, это фантазия, креатив и учиться, учиться, учиться. В любом деле, если ты учишься, развиваешься, все хорошо. Вот такой вот у нас рациональный и достаточно, на мой взгляд, думающий Дима Бигвайл. Достаточно. Немножко, но чуть-чуть есть, встречается местами. Да, еще и самый критичный, как оказалось только что. С вами был Севстопад Мини и я, Ирина Подгордов. До скорых встреч. Всем пока. Продолжение следует...